В Новосибирской области стартовал пилотный проект по предоставлению альтернативных услуг гражданам без определенного места жительства. Специалисты профильного центра выезжают в места скопления людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и предлагают помощь. О том, как это работает, Дмитрий Антипов. Поедем сейчас к нам на Владимирский спуск областной комплексный центр. Там что-то с одеждой, покормим тебя. Если подопечный согласен проследовать соцработниками, его отвозят в Центр социальной адаптации. Тут их ждет медицинский осмотр, горячий душ, и после этого людей заселяют в комнаты. Три раза в день дают горячее питание. Попутно с попавшими сюда работают психологи и специалисты Центра занятости. Цель – ресоциализировать. В течение 21 дня человек без определенного места жительства может проживать, получить документы для того, чтобы потом можно трудоустроиться на работу, или приобрести какое-то, либо вернуться к своим родственникам, да, либо какие-то действия совершать для того, чтобы можно было в социуме жить. Порядка 300 человек уже было обслужено, срочная помощь оказана. Сейчас в Центре практически нет подопечных. Наплыв обычно начинается в середине осени из-за холодов. Однако есть и те, кого по тем или иным причинам принимают на работу прямо здесь, в учреждении. Валерий Журавлев лично участвовал в ремонте здания. Далее помогли и с работой, и с жильем. Но вмешалась болезнь, из-за которой лишился ног. Я сейчас оформляюсь в интернат, потому что пока все это, сами знаете, бумажные волоки, так все это долго. Ну ничего, отсюда не гонят. То есть как бы я, не было у меня такого вопроса, когда из больницы, куда? То есть сказали сразу сюда, здесь поможем документы, опозим здесь все. Потому что, ну, во-первых, долго отработал. Да и как-то здесь относятся к людям душевно. То есть помогают со всеми документами, медицинскими, немедицинскими, помогают со всем. Несмотря на то, что мобильные бригады запустили совсем недавно, программа уже дает свои плоды. Несколько подопечных центра уже трудоустроены и проживают на съемном жилье. Один из них даже успел жениться. Дмитрий Антипов, Александр Миняйло, Новости ОТС.